Итак, ребят, всем здрасте, покрасьте на канале MasterCSS. И этим видео я начинаю небольшую, совершенно маленькую серию занятий по созданию слайдера на вашем сайте. За основу мы возьмем специальный скрипт, который называется Sleek.js. Вот он находится на этой страничке, в описании под видео есть ссылочка на эту страницу. И этот скрипт, он работает при помощи библиотеки jQuery. И у него есть достаточно большое количество интересных настроек, которые позволяют создать действительно интересные слайдеры. Итак, в этом занятии мы произведем базовую установку, создадим простенькие слайдеры, которые вы уже сможете использовать на страницах своего сайта. И постепенно мы этот слайдер будем модернизировать, заодно попутно знакомясь с настройками и возможностями данного скрипта. Итак, в первую очередь вам необходимо в описании под этим видео, откройте его прямо сейчас, скачать архивчик, который называется Sleek.rar. Скачиваете, распаковываете и получаете вот такую папочку. И эту папочку открываете в своем редакторе в качестве проекта. Здесь ничего нет, это обычный мой файл-заготовка StatLight. Просто здесь добавлена еще большая куча картинок одинакового размера, которые мы будем использовать на нашем слайдере. Видите, да? Их тут достаточно много, будет нам над чем погонять. Итак, в первую очередь, что нам необходимо сделать? Это пройти вот на эту страницу, здесь кликнуть на ссылочку Get It Now, то есть забрать его сейчас и нажать на кнопочку Download Now. И у вас начнется скачивание архивчика. Вот он. Так, этот архивчик давайте мы откроем. Так, внутри него находится папочка Sleek. И внутри этой папочки есть еще одна папочка Sleek. И вот эту, кстати, папочку мы с вами и скоммуниздим без зазрения совести в наш проектик. Давайте щелк. Так, далее. Сразу буду показывать, откуда я взял эти шаги настройки и так далее. Далее мы здесь кликаем на ссылочку Usage. И у нас здесь так и написано Getting Started, то есть с чего начать работу. Сначала нам необходимо задать заготовку для нашего слайдера, но это мы сделаем потом. Это один из самых простых шагов. Установка тоже простая. Но давайте сначала мы все поподключаем. Итак, в первую очередь, глядите, нам необходимо подключить сами стили нашего слайдера и также стили темы. То есть это его базовое оформление. Без этих стилей он будет смотреться не очень красиво. Но если вы захотите что-то поменять, то добро пожаловать в файл Sleek.Temme.css И там клацайте что угодно. Так, ну для начала давайте подключим. Я сделаю два дубликата вот этой строки. Link.Style.css И вот здесь этот стайл.css удалю в первых двух строчках. Так, сначала я подключу сам файл Sleek.Sleek.CSS Так, Sleek.CSS И затем подключаем файл Sleek.Temme.css Вот она. Так, отлично. Затем нам необходимо подключить сам скрипт. И обратите внимание, что мы его можем подключать перед закрывающим тегом body. Однако, очень важно, так как этот слайдер использует библиотеку jQuery, чтобы он подключался после нее. Поэтому мы здесь делаем дубликат вот этой строчки. И здесь меняем путь к подключению на Sleek. И можем выбрать Sleek.JS, либо Sleek.Min.JS. Вот он, видите, да? То есть это уже получается сжатый минифицированный файлик. Так, подключаем. Так, все, сохраняемся. И сейчас нам необходимо задать базовый шаблон для нашего будущего слайдера. Итак, видим, вот тут он достаточно простой. Давайте мы тоже здесь заведем div с классом... Ну, давайте sl, это будет слайдер. Внутри него у нас будет находиться уже каждый слайд, и каждый слайд в отдельном div. И я дополнительно каждому div добавлю класс sl.slide. Вот так вот. Внутри этого каждого div у нас будут идти следующие. Так, вообще их у нас будет, получается, аж... Сколько там у меня картинок? Так, 14. Поэтому... Так, 1, 2, 3, да, 14 картинок. Поэтому мы сюда добавим умножение на 14, чтобы у нас было 14 слайдов. И затем, внутри каждого слайда я вставлю обычную картинку. Так, сразу же пропишу к ней путь. Это будет папочка images. Так, слэш. Ну, тут можем мы этот слэш и удалить, в принципе. И будет sl, потом знак бакса, чтобы все нумеровалось, и точка и расширение, jpg. Так, и затем сюда же добавлю еще и alt. Равняется. Так. Картинка. Слайда. И опять-таки поставлю знак бакса. Все. Видите, все достаточно просто. Теперь плюс. Добавим описание и заголовок. Заголовок у нас будет h3 с классом sl. Давайте, зак. Пускай будет. Так. Картинку, кстати, тоже мы можем прописать. Так. Класс. Давайте мы его пропишем. Точка sl. И здесь напишем, ну что, давайте img. Так. В содержимое h3 напишем slide. Так. И опять-таки поставим знак бакса. Так. И опять сюда плюс. Обычный абзац. Напишем с классом sl. Ну, desk описание слайда. Так. И внутри напишем описание слайда номер 1. Точнее, опять значок доллара поставлю. Вот. Так. Теперь. Теперь, в принципе, давайте мы вот этот текст возьмем в отдельный div. Так. Точка sl. И тут напишем текст. Пускай будет. Так. И это все возьмем в скобочки. Вот так вот. Все. В принципе, наверное, тут все готово. Нажимаю кнопочку tab. И у меня получается вот такая структура. Так. Я сохранюсь. Смотрим, что у нас тут происходит. Видите? Куча, куча, кучаща картинок. И это пока не работает, покуда мы не инициализируем скрипт и не привяжем его к нашему классу, либо к идентификатору. То есть смотря кто что задавал. Ну, так как мы задавали класс, мы и будем привязывать при помощи класса. Привязка действует очень просто. Мы вот этот кусочек кода с вами копируем. Так. Идем в файл.js и вставляем сюда. Так как мы, покуда настройки изучать не будем, я вот это все удалю вместе с фигурными скобками. Так. И тут вместо ее класс, то есть наш класс, мы подставляем класс, который указали. SL. Так. Сохраняемся. И получаем. Так. Похудо мы еще ничего не получаем. Давайте сделаем несколько стилей. Так. Чтобы, во-первых, не растягивалось все на всю ширину изначально, мы сделаем вот что с вами. Так. 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 Давайте мы блоку main вот здесь зададим max width. Так. Ну, давайте не будем большую ширину брать. 700 пикселей пускай будет. Точка запятой. И текст align. Точнее, не текст align, а margin 20 и auto. То есть сделаем по центру. Все. Сохранимся. Обновлю страницу. Так. И тут у нас, в принципе, должна быть кнопочка, но ее почему-то похудо нет. Но, видите, слайд работает. Так. Давайте, знаете, там белые такие стрелочки. Их может быть не видно изначально. Поэтому здесь мы поставим background. И его покрасим решеткой в цвет какой-нибудь ааа. И, видите, да, у нас здесь все появилось. Вот наши слайды. Он уже работает. И теперь давайте немножко стилей сюда добавим, чтобы уже все смотрелось красиво. Так. Идем сюда. Точнее, файл стилей. Я в нем и был. Так. И здесь в файле стилей давайте мы заведем комментарий, чтобы вам было понятно. Стили для слайдера. Так. В этих стилях что мы сделаем? Давайте для начала самим слайдом, то есть это SL. Так. Слайд. Мы зададим position relative. Так. Вот так вот. Вот так. Затем картинки. Даже картинку мы с вами трогать не будем. А SL. Текст. Мы зададим position absolute. Вот так. И уже получается самим вот этим position absolute. Мы его приравняем к низу. Bottom 0. Так. Вот так вот. Видите, у нас здесь все стало. И давайте сразу же background разместим черный. Так. Мы сейчас его поменяем. И сделаем width 100%. Так. Ну вот. Растянулось все полностью. И background сделаем с полупрозрачным цветом. Давайте прозрачность на 50 выставим. Так. Процентов. Дальше. Цвет. Пускай будет FFF. Будет более заметно. Текст align center поставим. Так. Что еще? Текст shadow. Заведем. Так. 1 пиксель. 1 пиксель. 1 пиксель. Так. И вот этот RGB мы с вами скопируем. То есть тоже будет такая тень. Так. И здесь даже можно потемнее чуть сделать. Давайте 0.7. Отлично. Так. Далее. Здесь заголовок. У нас идет заголовок. Так. Напишем покуда margin 0. Так. Padding 0. И то же самое мы сделаем для текста для описания. То есть это класс slDesk. Так. Вот. Ну и теперь мы можем добавить. Ну давайте свои паддинги добавим. Так. Давайте везде по 10 пикселей со всех сторон. Так. Тогда у нас будет вот такая штуковина. Нет. Что-то мне тут не нравится. Так. Давайте сделаем тогда по другому. Так. Точка slZag. Мы переделаем здесь padding. Сделаем 10 пикселей. 0.0. Так. Сверху давайте 20-ку влепим. Так. И slDesk. Хотя что я туплю. Так. Стоять. 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 Отменяем все полностью. Здесь тоже нолики. Ставим. Так. Нет. Здесь по бокам паддинги оставим. А вот здесь для этого блока мы сделаем тоже padding. Так. Но сделаем сверху и снизу по 20 пикселей. А по бокам 0. Вот так. И у нас получается вот такой слайд. И теперь, когда мы все это дело с вами меняем, видите, у нас получается вот такой простой слайдер. Причем, если вы обратили внимание, я с днем использовал в каждом слайде обычный html код. И ничто не мешает вам. Давайте я отменю последние действия здесь. Все это дело, все это хозяйство заключить в ссылку. Вот так вот. Так. Ну и тут давайте напишем решетка. Все. Тап. Ну и соответственно ссылочку вы можете забацать как хотите. Так. Сохранюсь, обновлюсь. И теперь каждый слайд у вас будет идти полноценной ссылкой. То есть если человек на его нажмет, то он куда-то попадет. Ну и естественно ссылки у меня никуда не ведут. Поэтому у меня просто добавляется здесь знак решетки. Так, друзья, в принципе на этом первое вводное занятие закончилось. Мы с вами сделали вот такой очень простенький слайдер. Как видите, все очень легко и просто. Если понравилось и было полезно, ставим лайк. И обязательно делимся этим видео в своих социальных сетях.